Парк Ривьера – объект прежде всего культурный, а не развлекательный. Именно на этом был сделан акцент в его реконструкции. Какими темпами она идет, оценила вице-мэр Сочи Полина Дыняк. Вместе с новым директором парка она осмотрела один из центральных объектов в обновленном парке – Зеленый театр. Он был открыт в 59-м. Сейчас вместимость зала – полторы тысячи мест. Его решено расширить до двух тысяч. Интерьер обновят, а еще смонтируют съемную крышу, что позволит проводить концерты при любой погоде. Заявлены очень хорошие перспективы на Зеленый театр, о чем сейчас говорил директор парка. Что хотелось бы еще помимо концертной площадки, чтобы в парк Ривьера был и летний кинотеатр. Для города Сочи это очень востребованная история. Это будет интересно и познавательно. В концепции развития парка, которую поручил создать мэр Сочи, предусмотрено расширение прогулочных зон, улучшение системы освещения, создание новых спортплощадок. В рабочую группу по реконструкции Ривьеры входят и специалисты ландшафтного дизайна, которым предстоит восстановить зеленые зоны парка, а также создать новые ландшафтные лабиринты и элементы вертикального озеленения. В первую очередь мы городской парк, и там, где горожанам хорошо, куда можно привезти свои семьи, своих детей, прогуливаться вечером по светлому парку, широкими улицами. Все условия для этого создаются. Развлекательная функция парка отойдет на второй план. С октября в Ривьере уже снесено более 120 объектов. Реконструкция парка будет проходить поэтапно. На режиме работы это никак не скажется. Он будет открыт круглый год. За 2019-й Ривьеру посетило более полумиллиона человек. Редактор субтитров А.Семкин